привет друзья недели три назад со мной связался мой подписчик и предложил попробовать свои силы в изготовлении точного оптического керна канадской фирмы veritas стоимость его в магазине больше 5000 рублей состоит он всего из трех деталей но легко ли их изготовить смотрите далее приятного просмотра принцип работы этого инструмента очень простой для точного кернения необходимо сопоставить перекрестие оптического центра с линиями разметки затем сменить центр на понсон и ударить молотком ну а точность позиционирования достигается благодаря восьмикратному увеличению оптического центра для изготовления оптики был заказан вот такой пруток из орстекла диаметром 20 миллиметров сам по себе пруток не обладает увеличительной способностью но это можно исправить сделав одну сторону полукруглой но здесь все не так просто при увеличении высоты линзы уменьшается и и фокусное расстояние я перепробовал массу разных вариантов и остановился на вот этом фокусное расстояние у нее равно 60 миллиметров зная эти параметры и высоту линзы можно перейти к изготовлению оптического центра на скорую руку из быстрореза изготовил вот такой фасонный резец с ним на изготовление линзы уйдет минимум времени далее поверхность обрабатываю самой обыкновенной наждачной бумагой зерном 1000 грит на серийных производствах применяются более щадящие способы шлифовки но мы и не телескоп собираем вот так выглядит поверхность после наждачной бумаги теперь можно полировать для этого используем полировальную пасту диалюкс с муслиновым кругом кстати если у вас до сих пор нет заточного станка рекомендую поискать на е-каталоге здесь можно найти какой души угодно все что нам нужно это просто выбрать производителя и нужные параметры сравнить цены магазинов партнеров можно буквально в один клик также здесь можно почитать отзывы о товаре или посмотреть видео обзоры экономьте с е-каталогом как это делаю я ссылочку найдете в описании буквально несколько движений и поверхность линзы выглядит идеально теперь согласно расчетному фокусном расстоянии отрезаем пруток и полируем второй торец в итоге вот такая красота получилась как мы видим линза работает и очень даже неплохо отложим ее в сторону и займемся основанием в оригинальной конструкции основание позолочено ну а мы будем делать из латуни ведь это токарное золото форму основания довольно интересная поэтому грубую обработку выполню отрезным резцом а потом как художник кистью буду использовать напильник ну и окончательную обработку сделаем бормашины теперь в нашей заготовке нужно сделать сквозное отверстие рассверливаем его до диаметра 11 8 миллиметров а потом пройдемся разверткой на 12 ну и финишная полировка той же самой бормашинкой после этого заготовку срезаем и тут меня ждало разочарование пруток купленный у дедули на блошином рынке оказался бракованной в моей практике такое впервые обидно но ничего не поделаешь изготовим новое основание тут на скорую руку сделал вот такой копир из двух отрезных резцов предыдущая форма мне понравилась и повторить ее на новой заготовке так будет быстрее также на новой детали сделаем канавку в нее будет вставляться резинка вернемся к оптическому центру на нем необходимо сделать перекрестие для этого изготовим небольшой резец старый надфиль для этих целей подойдет лучше всего пара минут работы на гриндере и вот такой резец получился выставляем его в резцедержке четко на оси вращения это важно и нацарапываем перекрестие делать это нужно обязательно до проточки во внутренний диаметр основания так как при выполнении этой операции могут возникнуть сколы на краях заготовки а а теперь просто точим в нужный нам диаметр перекрестие решил покрасить но делать это вовсе не обязательно и без этого все прекрасно видно но раз уж я решился то снимаю лишнюю краску тысячной наждачкой и заполировали ну и в итоге вот что у нас получилось мне кажется увеличение у меня явно больше восьми крат ну а вот так выглядит сейчас наша конструкция в сборе в качестве пуансуна будем использовать старую развертку не смотрите на ее блеск я ее просто немного почистил стали у 7 а или у 8 у меня нет но легированная сталь 9хс как показывает практика тоже неплохо работает теперь особо впечатлительным просьба зажмуриться порча инструмента во благо для быстрой заточки под конус зажмем деталь шуруповерт и выполним ее на самодельном гриндере окончательную же шлифовку сделаем на токарном станке для этих целей изготовил цанговый патрон и шлифовальное приспособление кстати это видео есть на лайв канале если кому интересно ссылка будет в описании или в углу экрана устанавливаем приспособление для шлифовки и поехали вот такая поверхность получилась у нас в итоге результатом я очень доволен далее нужно укоротить хвостовик вся длина нам не нужна и теперь все готово но у фирменного инструмента есть еще одна вещь о которой совсем забыл это конечно же фирменная коробка нашел у себя в закромах вот такой вариант откуда она я уже и не вспомню но для наших целей точно пригодится вырезал под размер вспененный полиэтилен и остается сделать ложементы здесь ничего сложного нет по контуру прорезаем ножом и так делаем с каждым слоем теперь все лежит на своих местах и остался как говорится последний штрих логотип канала на крышке попробуем сделать тиснение фольгой под латунь для этого нужно изготовить клише подготовил такой кусочек металла его для начала обезжириваем и наклеиваем фоторезист трафареты напечатаны на лазерном принтере устанавливаем поверх и засвечиваем далее смываем незасвеченную область раствором кальцинированной соды и все готово к травлению в итоге после обработки получили вот такое клише хвостовик решено было просто прихватить сваркой устанавливаем его в фрезерный станок но для этого пойдет любой маломощный пресс пленка у меня если интересно вот этой фирмы как я уже и говорил под латунь проделывать эту операцию буду впервые так что за косяки сильно не ругайте теперь просто подогреваем клише примерно до температуры 100 градусов кладем пленку и прессуем в итоге вот такая красота получается я считаю для первого раза вышло очень даже неплохо но по крайней мере мне нравится теперь все готово и конечно же испытание возьмем кусочек металла и попробуем накернить отверстие выставляем середину по оптическому центру затем устанавливаем пуансон и ну и что я могу сказать результатом я полностью доволен безусловно просто руками такой точности не добиться ювелирное кернение так сказать а на этом у меня все и если понравилось это видео не забудьте про лайки обязательно пишите комментарии и делитесь с друзьями я думаю им будет так же интересно как и вам а с вами был как всегда я михаил и это канал добрый мастер пока пока пока